Своей волей кто-то вытолкнул туда. Никакого дивиденда из этого извлечь не удалось. То есть это не срезание трассы. Вот такая плотная борьба. Тут отпрессовали. Торея, причем он сошелся, по-моему, с Мартаном. Тот наступил ему на палку. Обошлось. Поломанного инвентаря нет. Вот такой высокий градус сегодняшней гонки. Буквально с первых метров дистанции. Еще не прошли первый рубеж. Мартану надоело сидеть за спинами норвежца и австрийца. И он обходит в этот подъем Торея и Доминика Ландертингера. Логинов держится девятнадцатым. За ним Маковеев и Волков на двадцать четвертой позиции. Естественно, что тут основная группа лидирующая просеется ближе к третьему рубежу, наверное. Не раньше. Тем более, что затих ветер. В женской гонке он так серьезно задувал. Сейчас флажки практически все лежат на рубеже. Чуть-чуть колышется. Так, Мартан Фуркат. Девяносто один процент пораженных мишеней. Стрельбе из положения лежа. У Торея восемьдесят девять. Опа, Мартан начинает с промаха. Мартан на круг заходит. Да, тут не мудрено запутаться. И мы помним санкции судейские после женского спринта. Когда в числе прочих пострадала и россиянка. Неправильно сосчитавшие штрафные круги. Ну, у Мартана заняло не слишком много времени прохождение этого штрафного круга. Итак, Симон Эдер и Итария Эбео по нулям. Они сейчас в лидирующей группе. За ними Бьерн Даллен, Моровец, Беатрикс, Волков в шестой, Маковеев в девятый, Логинов в двенадцатый. Все россияне отстрелялись по нулям. Мы возвращаемся в Холмин-Колин. Продолжаем следить за мужским мастартом. На седьмом этапе Кубка мира по биатлону. После первого рубежа очень большая группа спортсменов обошлась без штрафных кругов. Восемнадцать человек избежали штрафных 150 метров. И вот практически В таком количестве и идет лидирующая группа. Кстати, в нее перекладывается уже Мартан Фуркат, отмолотивший быстро свой штрафной круг. Хуже всех стрелял на первом рубеже Симон Шемпс, схвативший три по 150. И он ловит уже серьезный просвет по отношению к Андрею Расторгуеву. Отметим попадание латвийского биатлониста в мастарт. И пока он не может похвастать чистой стрельбой два штрафных круга. Но мы знаем его скорость, знаем, на что он способен. Тем более поблизости Доминик Ландертингер. Так что вместе они наверняка постараются за этот круг сократить максимальное отставание. Анди Бирнбахер с двумя штрафными кругами идет на 26-й позиции. Отставание 45 секунд. Неплохо выглядит после чемпионата мира Моровец. Создается такое ощущение, что у некоторых сборных, в частности, чешской, мужской и украинской, чуть-чуть запоздал пик формы у спортсменов. То есть он пришелся на постчемпионатовский. Этап. Нельзя сказать, конечно, что были какие-то провалы у чехов и на домашнем первенстве. Логинов лучший сейчас из наших на 9-й позиции. Волков одиннадцатый, Маковеев двенадцатый. Ну и здесь опять же нужно очень внимательно следить за своими соперниками, чтобы, не дай бог, не столкнуться. Аккуратно проходить виражи. Вот здесь кто-то, по-моему, Лессер воспитывает Логинова. Так, чуть-чуть его за палочку подталкивает на спуске. Все нормально обошлось. Прошли. Моровец не стесняется задавать темп в этой гонке. За ним сидит Берг. Далее Бео, Бейли. И Бьерн Даллен. Дырка между этой группой и группой Симона Фуркада всего лишь 3 секунды. Составляет в лидирующей группе 19 спортсменов в 10 секундах друг от друга. Вот за Симоном идут Яков Фак, Михаил Шлезингер, Бьерн Ферри. Ферри все-таки решил пробежать сегодня масс-старт. Хотя была информация перед еще началом махалминкольнского этапа, что шведская сборная практически в полном составе, за исключением Линстрима, пропускает этот этап. А готовится уже на высоте к выступлению в Сочи. Но в последний момент Ферри решил изменить свое решение. Восстановился, кстати, после болезни Ижан-Филипп Лёгёляк, пропустивший здесь спринт и пассьют. Симон Шемп не стреляет и не бежит сегодня, увы, для поклонников немецкой сборной. С тремя штрафными кругами он уже полторы минуты уступает лидерам. И своему соотечественнику Флориану Графу, который идет на 29-й позиции, проигрывает более чем полминуты. Выкатываются спортсмены на рубеж. Здесь непростой достаточно рельеф. Может быть, в плане подхода к рубежу он достаточно выгодный, но все-таки затяжные подъемы, они сказываются. И вот здесь после горы нужно тоже аккуратно пройти все виражи. Можно перевести дух, отдышаться, восстановить пульс. Но в этой теории все сильны, как на практике. Лессер, Линстрюм, Тачны, Бейли, Бео, Маковеев, Эдер, Дериземля. В общем, большая группа пойдет на этот круг. Снова оглядывается Симон Эдер, ожидая своих попутчиков. Не хочет он убегать от них. И в этой кампании снова красно-желтый Марта Фурка. Маковеев восьмой, Волков с кругом штрафа одиннадцатый. Логинов без штрафных кругов на тринадцатой позиции идет. Ну что ж, в женской гонке до последнего рубежа был открытый вопрос о победителе. Отличную дуэль, отличную разборку устроили Тура Бергер и Анастасия Кузьмина. К вящей радости местных поклонников биатлона Тура одержала победу. Вплотную приблизив к себя к заветной мечте, к завоеванию большого хрустального глобуса. Четырехкратная чемпионка новым местом. Олимпийская чемпионка. Вот не хватало в коллекции только победы в генеральной классификации. Расхождения некоторые присутствуют у журналистов. Кто-то уже пишет, что она завоевала большой глобус. Кто-то пишет, что ей не хватает пары-тройки очков. Ну в любом случае уже нет сомнений в том, что именно она окажется лучшей. Так же, как нет сомнений в том, что у мужчин заветный трофей получит Фуркат-младший. Выделяется, конечно, в этой компании Мартан своей техникой. В гонке преследования мы говорили о том, что он последний круг уже проводил фактически как круг почета. И заметно сбавил скорость, приветствуя публику на финальном куске. И отдал пальму первенства в зачете, где фиксируется лучший результат на лыжне. Он же ему равен, по-моему, если мне не изменяет память. В нем оказался лучшим, но при всем при этом мы понимаем, что запас прочности у Мартана фантастический. Так, группа лидеров до 10 человек сократилась. В ней Андрей Маковеев. И 12 секунд проигрывает группа Алексея Волкова. Рядом с ним Ульяйнар Бьерн-Дален, Александр Логинов. Очень неплохо складываются дела пока что. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.